Смена парадигм Он был исследователь науки, научного процесса, и ввел он это понятие для того, чтобы описать процесс, уже обозначившийся к тому времени, процесс значительного изменения системы научных взглядов в ответ на появление, накопление новых научных данных, которые, собственно, меняли систему координат. Изменение системы координат – это смена парадигм с появлением новых научных данных. В гости нашей программы будут очевидцы коренных преобразований, которые претерпевали представления, пытающиеся в тех областях, которые им близки. И наш первый гость, академик Угрюмов, я напомню, работа его ярко иллюстрирует смену парадигм в нейробиологии. Я, с вашего позволения, Михаил Михайлович, назову только несколько вех, несколько поворотных моментов в вашей научной биографии. Это тех, о которых я знаю. Развивающийся мозг – эндокринный орган. Это раз. Синтез дофамина недофамино-эргическими нейронами и связанная с этим нейропластичность. И, наконец, что мне кажется очень важным и, может быть, даже самым важным, принципиально новый подход к ранней диагностике, доклинической диагностике нейродегенеративных заболеваний. Наверное, я не все перечислила. Возможно, вы дополните меня и дополните, может быть, достижениями ваших коллег. Я имею в виду мировое нейробиологическое сообщество. Но прежде я бы хотела попросить вас ответить, согласны ли вы со мной в том, что в вашей области произошла смена парадигма за последние 30, скажем, лет. Возьмем такой временной горизонт. Произошло ли изменение системы взглядов на дисциплину, на нейробиологию? Достаточно ли 30 лет для того, чтобы наметились такие сдвиги? Вот первый такой широкий вопрос. Вопрос риторический. Я должен сказать, что, безусловно, смена парадигм происходит, причем по мере развития научно-технической революции и появления каких-то новых возможностей для исследования, для получения новой информации. Скорость этих парадигм, она, безусловно, будет увеличиваться. Единственное, чем она ограничивается, это тем, что должны появиться люди, вот, скажем, набором информации с помощью современных методов, может заниматься любой высококвалифицированный исследователь. Но вот обобщить эту информацию с тем, чтобы создать на этой почве было создано новое качество, новое парадигма и количество перешло в качество, вот это, к сожалению, могут единичные люди, это штучный товар. И вот прогресс в смене парадигма, он зависит не только от научно-технической революции, но и от того, что дала природа таких людей или нет, как Эйнштейна, например, в свое время. Вот, поэтому, безусловно, и я являюсь свидетелем развития науки, просто в связи со своим возрастом апреллённым, не только в 30-е, а гораздо больше лет, да. И я вижу, что это на моих глазах, вот эта скорость смены парадигм, она существенно увеличивается и принципиально возрастает. Вернёмся ещё к вопросу о скорости. Я бы хотела попросить вас назвать самый яркий какой-то конкретный научный пример, научный прорыв, повлиявший на дальнейшее развитие вашей области нейробиологии. Вы знаете, мне кажется, что вот поскольку я занимаюсь системным анализом, да, я нейроэндокринолог и занимаюсь мозгом, а эти системы, они управляют целостным организмом, то мне хотелось бы сначала всё-таки как-то очень коротко, но характеризовать те основные парадигмы, которые сменились и которые доминируют сейчас. И вот если раньше вся медицина базировалась на профилактической или превентивной медицине, построенной на ранней диагностике, причём это было не последние, там не 30 лет назад, а это было 2000 лет назад, когда Гиппократ сказал, что природа, медицина лечит, а природа вылечивает. То есть, что надо понимать, какие компенсаторные механизмы задействованы, чтобы на этом строить профилактическую медицину. Вот этот краеугольный камень, он развивался все эти 2000 лет, и он продолжает развиваться и будет основой. Но на этом уровне появилось два принципиально новых направления, которые именно возникли и созрели в эти 30 лет. Это трансляционная медицина и персонализированная медицина. Трансляционная медицина в основе идёт познание молекулярных механизмов регуляторных физиологических процессов и их изменений и нарушений при патологии. И вот знание отдельных молекул, конкретных, которые отвечают за эти патологические процессы, позволяет совершенно на новом уровне создавать гораздо более чувствительные и специфические методы диагностики и лечения, то есть адресную диагностику и адресное лечение. Вот это трансляционная медицина. На этом фоне возникла персонализированная медицина. Персонализированная медицина, суть ее сводится к тому, что несмотря на то, что люди все одинаковые, одинаково ходят, спят, кушают и так далее, на самом деле организмы существенно различаются. И это заложено ещё в генетической программе. То есть это заложено в тот момент, когда мама с папой решили, что у них будет ребёнок. Безусловно, лечение и диагностика разных людей, она может протекать совершенно по-разному, быть в разной степени эффективной одни и те же методы. И поэтому здесь надо стараться адаптировать и метод диагностики, и метод лечения к тем особенностям человека, которые есть. Особенностям генетическим, особенностям метаболическим и так далее. Но вопрос вот о чём. О том, что насколько, если трансляционная медицина – это действительно стратегический путь, то вот сейчас дискутируется вопрос, до какой степени может пойти развитие и использование реальной персонализированной медицины. Вот этот вопрос стал год назад на форуме науки и технологии для общества, которые ежегодно проходят в Киото. И вот какая мысль там прозвучала, и я с ней абсолютно солидарен, что если мы строго будем делать персонализированную медицину для каждого человека, с учётом его генетических особенностей и так далее, это будет невероятно дорогостоящее мероприятие. И ни одна страна это не потянет. А вот учитывать, например, этнические особенности – вот это стоящее дело. Вот это как раз очень важно, потому что есть целые группы этнические, которые по-разному реагируют на одни и те же лекарственные средства, но которые заложены. Ну, скажем, банальный пример, который все знают, кто-то теоретически, кто-то практически, что, скажем, люди жёлтой расы, они гораздо более чувствительны алкоголю, чем европейские расы, европеоидные расы. За счёт того, что у них гораздо ниже уровень экспрессии алкоголь-дегидрогеназа. Вот такие вот вещи. Вот учитывая технические особенности, я думаю, это то, к чему персонализированная медицина реально придёт в ближайшее время. Так что это вот что касается основных глобальных направлений. Вот если речь идёт о конкретных вещах, что произошло за это время, уже близко к тому, о чём я могу говорить, о нейронауках, то здесь довольно много тоже изменилось. И прежде всего совершенно другой стал взгляд на заболевания мозга, особенно на хронические заболевания. Наиболее важными для людей является борьба с нейродегенеративными заболеваниями, которые являются социально значимыми. Что это значит? Это значит, что это не просто медико-биологическая проблема. Это проблема социальная, это проблема экономическая, это проблема морально-этическая для каждой семьи. И почти все с этим имеют дело. И вот эта парадигма резко изменилась. Если 30 лет назад мы точно знали, что ни одного больного с этими заболеваниями, с болезнью Паркинсона, болезнью Оггенса, не было вылечено, у нас не было никаких особых надежд на то, что мы это будем делать в какое-то обозримое будущее. Сейчас создана новая парадигма, которая позволяет, с одной стороны, поставить очень рано диагноз и в самом зачатке болезни провести превентивное лечение, которое позволит, если не остановить, то здорово замедлить развитие этого заболевания, таким образом, чтобы это никак не беспокоило больного. Это, пожалуйста, один из вариантов парадигмы. Второй вариант парадигмы, скажем, связан с нейроэндокринными регуляциями. Вот о чем вы, собственно, и сказали. Дело в том, что нейроэндокринная регуляция – это та система, которая организует работу целостного организма. То есть вот в прошлом веке было показано, что организм – это некая сложная кипернетическая система, многоуровневая, и каждый уровень функционально связан прямыми и обратными связями. То есть идет очень точная взаимная регуляция и подстройка. И все это нужно в конечном итоге, чтобы решать две задачи, благодаря которым человек живет и организм живет. Первая задача – это воспроизведение потомства. Это условия того, что жизнь будет продолжаться. И вторая – это адаптация к изменяющимся внешней и внутренней среде. Потому что если человек, как, кстати, и общество, как социальный организм, теряет способность адаптироваться, теряет обратную связь, он разрушается и он обречен на гибель. Вот этим занимается нейроэндокринная регуляция. И вот последние как раз 30 лет, может быть, немножко даже раньше, стало понятно, что вот эта сложнейшая система управляется дирижером, который называется гипоталамус. Это определенная структура мозга. И вот это оказалось очень важно, потому что на уровне гипоталамуса происходит вот эта тонкая регуляция, межуровневая регуляция функционирования целостного организма. И сейчас все идет по пути детализации. То есть можно говорить о том, что изменился объект со сменой парадигмы? – Безусловно, безусловно. Мало того, я вам скажу, что существуют и другие тенденции, что помимо того, что у нас появляются новые парадигмы, которые являются мощнейшим стимулом для дальнейшего развития, то есть это объявляет качественные скачки, у нас, к сожалению, это несет с собой и некие утраты, некоторые недостатки. Ну, например, интегративная физиология и как частное проявление нейроэндокринологии, они почти прекратили свое существование. Если вы посмотрите конгрессы, например, по нейроэндокринологии, то это конгрессы, как правило, клинические, и которые касаются очень локальных звеньев вот этой нейроэндокринной регуляции. Что произошло? Произошло то, что научно-техническая революция позволила изучать очень прецизионно, очень глубоко работу отдельных мелких звеньев этой нейроэндокринной системы, то есть уйти на молекулярно-биологический уровень. И оказалось, что очень мало или даже нет идеологов, которые могли бы все это увидеть, как работает системно. И поэтому вот эта системная наука, она диссоциировалась на мелкие фрагменты, которые уже не являются нейроэндокринологами. Ну, например, у нас есть люди, которые берут клетку крови, капают на нее гормоном, смотрят там изменения, говорят, я эндокринолог или там нейроэндокринолог. Это не нейроэндокринолог, это cell biology, это клеточная биология. Это только маленький фрагмент от этой нейроэндокринологии. Поэтому, к сожалению, утрачиваются возможности такого большого обобщения. То есть наука ждет своих Эйнштейнов в этой области. Таких интеграторов. Конечно. Но здесь мы подошли к другому аспекту. Мне кажется, то, что называется мультидисциплинарным взаимодействием, оно сейчас как-то высветилось или, может быть, это было всегда. Вот, пожалуйста, на эту тему, если можно, в вашей области изменилось ли влияние мультидисциплинарных взаимодействий на результаты современные нейробиологические? Я очень рад, что вы задаете такие вопросы, потому что для меня они очень значимы, очень своевременные, и поскольку я очень много думал о них в той или другой форме, они риторические. Поэтому, что я могу сказать? Просто я наблюдал эволюцию развития науки на протяжении своей научной карьеры. И я помню, когда выступаешь с докладом, я не знаю, в 70-е годы еще, то выступает физиолог. Ему задают вопрос, что ты по структуре, по каким-то молекулярным механизмам. Он говорит, я физиолог. Это вопросы не ко мне. Не ко мне. Вот сейчас люди воспитаны на том, что есть проблема, и нужно решать проблему, а природа не знает, что такое физиология, что такое барфология, что такое химия. Нужно решать проблему. И вот проблема адекватно может решаться только с использованием мультидисциплинарного подхода. И фактически успех, особенно в решении глобальных проблем, или как мы сейчас называем вызовов 21 века, в области здоровья это называют, он не может решаться без использования мультидисциплинарного проекта. Я вот могу только сказать, что для этого надо, конечно, использовать какие-то специальные организационные формы. И вот мне повезло, что я был свидетелем и участником того, что была создана в 2004 году программа Президиума Академии Наук Фундаментальной Науки Медицины. В этой программе участвовали институты восьми отделений Академии из девяти. То есть это значит и отделения физики, и химии, и все, математики. Все участвовали в решении медицинских задач. На самом деле это была идея, которая еще была заложена последними руководителями Советского Союза. Министром здравоохранения Петровским, президентом Академии Александровым и президентом Академии Медицинских Наук Блохиным. У них была идея создать федеральную программу, где бы комплексно решались медицинские задачи, медико-биология. Вот это удалось после перестройки воссоздать только в начале 2000-х. Но для решения конкретных задач все-таки нужны люди, которые все это бы объединили. Ведь само по себе оно не складывается. Безусловно. Причем эволюция этой программы была очень интересна. Сначала туда просто финансировали просто интересные проекты. А потом начали лепить из этих проектов консорциумы мультидисциплинарные, которые были уже заточены на решение строго определенных задач. В том числе на разработку ранней диагностики и превентивного лечения нейродегенеративных заболеваний. Вот людей, которых мне удалось сначала собрать, это были математики, физики, биологи, медики, это люди при первой встрече, они вообще не понимали друг друга. Они разговаривают абсолютно на разных языках. Но поскольку собраны были люди высочайшей квалификации, с высочайшими амбициями, это еще больше затрудняло контакт. Вот когда прошло больше 10 лет, и эти люди начали работать в единой команде, а программу закрыли по каким-то причинам, то они уже просто перестали понимать, как они могут существовать друг без друга. И слава богу, что здесь уже эти проекты, эти консорции стали жить своей жизнью. И они стали, они были поддержаны уже другими организмами, Министерством образования, Российским научным фондом и так далее. Так что я еще раз возвращаюсь к тому, что ни одна проблема не может быть решена на базе одного какого-то подхода, одного какого-то, только мультидисциплинарности. Что касается скорости, я хотела поговорить об этом, но скорость смены парадигм, как мне представляется, она определяется скоростью накопления новых данных. Такое ощущение, что сейчас они появляются быстрее, чаще, больше, просто ежедневно. Это, как вы думаете, как вы оцениваете, это объективный такой процесс идет, или это благодаря новым информационным технологиям просто становится быстро известно? Или действительно ускорилось, а может быть и то, и то? Ну, тоже риторический вопрос, вот извините. Нет, 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 вы знаете, риторически здесь исключительно из позитивных соображений высказывал, потому что это те вопросы, которые действительно, вопросы методологии, которым нужно время от времени возвращаться. Я помню в советские времена, например, я думаю, это уже где-то оскомину набил, все время говорили о диалектике Энгеса, природы, да? Но я только сейчас начинаю понимать, насколько важна была эта методология. И все те принципы, которые вы сказали, переход количества в качество, они работают, они универсальны, они работают, и они сейчас воплощаются в конкретной материи. Значит, то вот о чем вы говорите, с чем связана вот такая скорость смены парадигм? Я думаю, что скорость смены парадигм – это как бы функция от двух переменных, от двух… Первое – это скорость набора информации, и вот эта скорость получения новой информации, она сейчас практически не ограничена, потому что колоссальное количество новых методов, прямых методов решений, которые позволяют все понять, включая каждую молекулу, как работает. Нет ограничений в этом. Мало того, что сейчас само общество заточено, и в этом есть своя негативная сторона, на то, чтобы как можно быстрее получать всю новую-новую информацию. То есть люди осваивают новое, налаживают новый метод, и они стараются снять поверхностно всю вот эту информацию, чтобы побольше там публикации получить и так далее. У них не остается времени на анализ. Мало того, вот это изобилие фактов, которые набираются иногда чисто механически, они затрудняют и обобщение. С другой стороны, очень важно, чтобы появился генератор идей, который может все это интегрировать и превратить вот это вот уже в новое качество, то есть подбросить науку на новые уровни развития. И, как правило, что принципиально важно? Что он должен увидеть? Он не просто должен увидеть новые факты, он должен увидеть, почему эти новые факты входят в противоречие с тем, что всем известно. Вот только, я абсолютно уверен, что только на стыке противоречий и возникают новые концепции, новые парадигмы. Почему? Вот мой опыт показывает, я имел опыт общения с известными профессорами, которые в основном занимались преподавательской деятельностью и за рубежом, и у нас. Я на что обратил внимание? Что профессора эти, они теряют способность вот к такому обобщению. Потому что если ученый заточен на то, чтобы увидеть противоречия, то профессор заточен на то, чтобы его сгладить и преподнести студенту уже в какой-то готовой схеме. Понимаете? Поэтому блестящие профессора редко бывают генераторами новых идей. Вот это, мне кажется, очень важно, и это сейчас происходит. К сожалению, в нашей стране, наверное, сейчас не самая лучшая атмосфера, потому что мы теряем кадры, мы теряем свой интеллектуальный потенциал, и вот таких генераторов в такой ситуации должно быть все. Понимаете, он должен быть с одной стороны аналитиком, а с другой стороны генератором, который мог бы это все обобщить. Это тот случай, когда количество переходит в качество, но на базе противоречия некого разлома двух эпох развития науки. И нужен тот, кто это увидит. Конечно, конечно, конечно. И вот это уже предсказать невозможно, когда в той или иной области появится своего рода генератор. А вот это был мой следующий вопрос. Можно ли определить вектор, заранее наметить его вектор смены парадигм, или это результат всегда непредсказуемых каких-то перестроек качественных? Вы знаете что? Я думаю, что предсказать и конкретно довольно, какая возникнет новая парадигма, наверное, нельзя. Можно, наверное, предсказать, поскольку непонятно, кто и как увидит эти противоречия, о которых я говорил. Но можно, например, сказать, мне кажется, я в этом абсолютно не уверен, что если у нас нет в руках на сегодняшний день какой-то методологии рабочей, мы, например, можем сказать, что вот нужна новая парадигма, но мы не можем к ней подойти. У нас нет этой возможности. Ну, например, сейчас все говорят о том, что хорошо было бы познать механизмы сознания, сознания, чтобы начать управлять им, совершенствовать и так далее. Нет методологии, которая это могла бы сделать. И причем понимают это как раз в тех странах, где эта наука больше всего развита. В нашей стране это как раз понимают очень плохо. Вот в Америке это понимают очень хорошо. Дело в том, что Обама, который очень почитаем в науке в Америке, он очень поднял, очень стимулировал развитие. Но у него же был один из его последних проектов, это Brain Initiative, да? Вот, я как раз к этому и хотел подойти. Это одно из последних его объяний. Совершенно правильно сказать. Он политик, политик амбициозный. И для него, конечно, важно сказать какие-то громкие слова, заработать репутацию, голоса и так далее. И поэтому что он хотел сделать? Он хотел сделать программу по расшифровке механизмов памяти и сознания. Но чем хороша американская система? У него в администрации было пять нобелевских лауреатов. Практически у каждого министра целый шлейф академиков, консультантов. И вот эти умные люди, которые очень много знают в этой лауре, они ему сказали, нет этой методологии, нет этой парадигмы, нет этих инструментов. Давайте мы сделаем, мы знаем, какая должна быть ступенька к этому, да? Мы не знаем, сколько должно быть ступенька. Мы не знаем, катапультирует она к этому знанию нас или нет. Но мы точно знаем, что сейчас нужно сделать. Нужно сделать картирование мозга. Вот это и есть брейн-анешатив. То есть на разных уровнях, от структурного до молекулярного и генетического, понять, как какая структура мозга работает. То есть мы можем увидеть сейчас с помощью неинвазивных методов, какая структура мозга включается, включается, если мы о чём-то думаем, о чём-то приятном там, да, о каких-то деликатесах, о каких-то приятных людях и так далее. Это зажигаются лампочки то в одной, то в другой структуре мозга. Но мы не понимаем, как это работает. И нам не дано этого пока сделать. Вот. Поэтому вот такие вот вещи тоже существуют. Мне кажется, их нужно учитывать. Спасибо большое, Михаил Вениаминович Угрюмов. Академик был гостем новой программы «Смена парадигм». Всего доброго. Смена парадигм.